Привет, друзья! Все, кто занимается боксом, знают, что есть такие боксеры, которым достаточно один раз попасть, и их противники отправляются в нокдаун, а то и в нокаут. А есть боксеры, которые попадают 2, 3, 5 ударов подряд, но их соперник, как ни в чем не бывало, продолжает боксировать. В чем же здесь причина? Почему так происходит? Сейчас, друзья, я расскажу вам одну историю, и из этой истории вы поймете, почему так происходит. Дальше расскажу, опять же, на собственном опыте, как это тренировать, как это избежать, как бить так, чтобы противники ваши падали и в ближайшее время не вставали. Дело было в Иркутске. В 2000-х годах, когда я еще жил в Иркутске, мы с друзьями пошли в баню, в микрорайон Первомайский, там общественная баня. Сходили в баню, вышли из бани, взяли лимонаду, остановились на детской площадке, то есть стоим, отдыхаем, там время года теплое, никого не трогаем, никому не мешаем. Подходит нетрезвый гражданин, подходит там суть до дела, слово за слово, и он начинает перед нами там махать руками, крутить там ката, говорит, что он сейчас нас всех побьет. Это, конечно, мне надоело, и я решил в какой-то момент его пыл остудить, и, ну, просто решил его немножко осадить, немножко припустить, да, то есть встал, встал в стойку, потому что, ну, он уже тоже стоит в стойке, он уже там машет руками, уже пытается там что-то даже атаковать. Подхожу, выбрал удачный момент, и, ну, хотел с одного удара его рубануть, так скажем, да, чтобы он там немножко осел. Все, бросаю руку, бросаю вот этот боковой, правый боковой, достаточно сильный удар, попадаю, попадаю, оттягиваюсь назад, но вижу, что мой соперник, да, лишний немножко болтанулся и дальше как бы продолжил махать руками. Вижу неудивление, так скажем, да, моих товарищей, которые тоже думали, что сейчас я его рубану, и вроде как бы я же попал, да, попал, но человек, соответственно, остался на своих ногах, просто немножко болтанулся и, соответственно, продолжил дальше махать руками. Что произошло? Как бы дальше история закончилась там мирно, там женщины, которые находились на этой же площадке, они там заохали, заахали и, в общем, прогнали этого мужчину, он, соответственно, ушел, убежал, потому что, ну, все, в принципе, видели, что мы сидели, ничего, никого не трогали, а он как бы к нам подошел и стал приставать, так скажем, да, получил по соплям и ушел. Почему я его не вырубил? Потому что, друзья, ну, после бани махнул рукой и не успел сжать кулак, просто не сжал кулак и получилось так, как бы вот этим местом так ударил, получилось, ну, знаете, это все равно, что там полотенцем взять, полотенцем махнуть. Да, будет больно, да, будет неприятно, но вы никого полотенцем не нокаутируете, поэтому вот такая ситуация, да, то есть ударил, ничего не получилось. Я на тот момент за собой уже такой, в принципе, огрех в технике, да, замечал, да, расскажу, опять же, еще одну историю. Боксируя на снаряде, да, то есть работая на снаряде, я стал замечать, что у левой руки у меня вот эти костяшки стали болеть, и здесь на них, как будто, знаете, такая, как мозоли такие стали уже натираться. Я думаю, в чем причина? И понимаю, что я левой бью, то есть привык в перчатках, работаю в перчатках на снаряде, и привык бить по снаряду, и бить не сжимая кулак. То есть бью, да и все, получается быстро, получается сильно, в общем-то, да, ну, не сжимаю кулак, да и все, и бью вот этими местами. Как я это стал, это лично, я понимаю, что это неправильно, да, то есть, опять же, я не сжимаю кулак, соответственно, я не смогу жестко сильно пробить, да. То есть причина в этом, одна из причин того, что вы не можете кого-то нокаутировать, в том, что, ну, просто не сжимаете кулак, то есть он не становится у вас, да, как каменный, не пробиваете. Как я стал это, значит, лечить? Я стал работать без перчаток на снаряде, то есть перед тренировкой, там, раунд-два, я не в перчатках, а в кулаками, ну, могу замотать, забинтовать, чтобы кожу не травмировать, да, и просто работаю на снаряде, приучая себя сжимать кулаки. Сжимать при любом ударе, я сжимаю, 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 сжимаю. Так постепенно я стал эту ситуацию исправлять и уже стал сжимать кулаки и, соответственно, боксировать с сжатыми кулаками. Как начинающим боксерам, да и опытным тоже избежать этой ситуации, да, чтобы вы сразу приучались сжимать кулаки. Ну, первое, конечно, это нужно стараться все время их сжимать, то есть работая бой с тенью, да, берите маленькие гантельки, 0,5 килограмм, они там веса никакого не добавят, но у вас все время что-то будет в руке, в кулаке, и вы уже не сможете бить, набрасывать вот такими кулаками, да, не сжатыми. То есть с гантельками работайте, все, они у вас все время сжаты, все время поджаты. Но это, друзья, у вас как бы статическое, да, получается, то есть вы сжали и все, не разжимаете. Боксируем-то мы все равно, мы где-то там перекрываемся, где-то ладошки открываем, не можем все время сжатыми кулаками боксировать. И уже сжимаем кулаки только в момент нанесения удара. Сейчас, друзья, я покажу вам два упражнения, да, одно силовое, одно, соответственно, не силовое, так скажем, да, но вот оно вам поможет. Избежать тех проблем, которые вот были у меня и могут случиться вообще с каждым, в принципе. Первое упражнение, для этого понадобится гриф, да, то есть металлический, он должен быть весом 10, там, не менее 10 килограмм, да, 10, можно 15, чтобы был тяжелый, потому что если легкий будет, ну, просто не получится, суть упражнения потеряется. Тяжелый металлический гриф, берем его и сейчас покажу, что будем делать. Вращаем гриф, попеременно перебирая руками, такая вот силовая работа, кисти рук все время в работе находятся, сжимают, разжимают гриф, примерно так же, как при ударе. Нанося удар, вы кисть сжали, вернули руку назад, кисть разжали. Очень хорошо прорабатываются мышцы, что позволит вам на фоне усталости, нанося удары, сжимать кулаки. Так делаем 2-3 подходика, ну, делаем до усталости, до сжжения, так скажем, вот этих предплечьях, да, в руках, как устали, забились руки. Соответственно, кладем, отдыхаем и потом повторяем. 2-3 подходика, это в конце тренировки самое то. И еще одно упражнение, для этого нам понадобится теннисный мячик, там несколько упражнений, но суть у них одна, то есть работаем с теннисным мячом. Погнали! Работая с теннисным мячом, мы ловим мяч, нанося удар, то есть одной рукой посильнее чуть подбиваем, он подлетает повыше и, соответственно, рукой его ловим. Для начала можно это делать помедленнее, потом, соответственно, побыстрее набирать скорость. Что мы здесь получаем? Мы наносим удар и в конце удара, чтобы поймать нам мяч, нам нужно кулак именно сжать его, да, то есть поймать мяч, сжав кулак. Вот, соответственно, тем самым мы приучаем себя при ударе, нанося удар, кулак сжимать, поджимать и все время только с сжатым кулаком наносить удар. Помимо этого, здесь еще хорошо прорабатывается точность движений, точность нанесенного удара. Следующее упражнение, бросаем левой рукой мяч в стену и левой же рукой его ловим. Здесь точно так же прорабатывается точность движения и, соответственно, сжатие кулака во время нанесения удара. Потом можно левой бросаем, правой ловим и, соответственно, наоборот. Правой бросаем, левой ловим. Сначала можно делать это помедленнее, потом постепенно набираем скорость и доводим до максимальной. Ну что, друзья, сжимайте кулаки, учитесь бить сжатыми кулаками, чтобы удар у вас был жесткий, четкий и приходился прямо в цель. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok